еще раз приветствую с вами Бабак Ивази и Кирилл Рибасов 7-дневный тренинг 7 шагов к удаленному управлению бизнеса сегодня третий каст у нас будет сегодня день по поводу системы отчетности как же автоматизировать систему отчетности и контроль работы персонала оцените сначала по десятибалльной шкале как меня слышно если меня слышно по десятибалльной шкале пожалуйста оцените кроме Кирилла никто меня не слышит все слышно хорошо отлично продолжаем по поводу домашних заданий которые были и многие не сделали некоторые сделали ребята сделайте домашние задания чтобы получили результаты потому что без них реально не будет никакого эффекта никакого результата поэтому делайте эти домашние задания чтобы мы понимали где у вас получается где не получается как вообще двигаться сегодня буду с вами говорить по поводу автоматизации системы отчетности контроль работы персонала давайте сначала делим на две части нам сначала нужно контролировать это персонал удаленно для этого мы вам разные инструменты давали мы сказали что вы используете скайпа вы используете CRM системы давайте сначала расскажу детально как это контролировать их работ потом расскажу какие отчеты они должны отправить как его автоматизировать чтобы удаленно и спокойно вы могли их проверить по поводу контроль персонала вот первый вопрос это как же вот так сказать как же понять люди вовремя переходят на работу или нет для этого вы создаете вот вы уже научились как создать общий чат в скайпе а кто создал общий чат поставьте плюсик пожалуйста сетям вопросов нет это просто сделать вот там в сайте skype можете познакомиться из команды просто этом удалить человек как как-то вот и доступы разные поэтому это просто через называть чата вот все делается через через разные команды давайте сейчас скажу как как и каким образом контролировать это время как-то пришли не пришли вот вы делаете рекламы говорите что ребята у нас есть время работа начинается допустим с 9 до 6 утра ваше рабочее время начинается с 9 то есть мы его считаем как по скайпу кто зашел это общий чат и написал доброе утро считает из того время и все это время его начало рабочего дня фиксируется и за за каждую вот опоздание минуту вы перечисляете штраф вот это это всем понятно да как это делается если понятно поставьте плюсик то есть мы создаем общий чат в скайпе делаем регламент ребята вот из утра когда переходите на работу забыл не забыл смотрите здесь факт в чем в чем включается во первых здесь одно вещь если он берет вам так вот одно вещь если человек забывает и это делать так вот это вот это одно дело а если вот он врет за это будет и очень как наказать и поэтому используется разные еще инструменты я расскажу они вместе будет работать но в скайп они работают у нас люди переходят пишет там доброе утро это концы рабочий дня вы чата мониторите и табличка которые создали себе человек когда перешел и концы рабочий не там до свидания вот по то время и фиксирует потом по поводу чтобы у вас не было люди постоянно перекуривать то всякие время вы говорите что у нас есть час обед это с такой-то такой-то время до такой-то время у нас мы говорим что выбирайте с часу дня до трех какой-то какой-то часть людей там сейчас то двух или там из двух до трех вы там тоже пишите менеджер я в обед когда вернется я с обеда опять же фиксируется в экселовский файл ежедневный вы посмотрите кто и сколько в обеда вы сейчас обед по поводу перекора вы договариваетесь говорит что ребята у нас есть всего лишь кроме обеда есть еще четыре раза по пять минут перекора то есть опять же в общем чат пишется я то есть я курит я перекур я с перекора вот это очень помогает чтобы людей удаленно вот это их время до контроле конечно есть более дорогие способы это сделать то есть система по названию я варе можете гуглить найти там можно учет рабочее время сотрудника там тоже все фиксируется там даже делается и скриншоты с его рабочего стола там делается видео съемки вместо работы которую он делать это программа платная ну если вы пойдете там когда компания начнет нормально заработать здесь и стоит использовать такие программы дальше какой еще инструмент использовать инструмент который для контроля именно работы здесь и для персонала и вообще для безопасности компании тем более если вы с клиентами работаете вы вот кирилл пишет он может из телефона как правильно звать я варе вот я сейчас сейчас я ковлю на ее ссылку я ссылочку скину в чат секундочку вот вот это ссылка программ то есть там полностью у вас как руководитель есть полный доступ вы знаете какие сайты посещал ваш сотрудник куда шел сколько времени то есть и здесь очень считается эффективность эффективным проведение рабочего времени вот исходя из этого вы делаете себе выводы причем здесь не будет что я знаю ты сидишь там на соцсетах я знаю так вот ты как конкретно вы говорите вот и столько это время провел там вот и там не столько там то делал то есть давай решим то есть если у тебя нету продажи и ты нафиг этим занимаешься то есть если ты не успеваешь делать свою работу я не понимаю как можно вот и столько то есть столько времени по факту следующий инструмент который можно использовать и нужно использовать для автоматизации вот контроль работы персонала это это камеры которые устанавливаете достаточно есть приложение вы через телефон любой точкой мира вы заходите смотрит что в вашем офисе происходит это с одной стороны помогает поворот воровство 2 это и со стороны в менеджере сотрудники со стороны клиентов это очень помогает конфликты решать поэтому и здесь это та инвестиция что и разовая но окупается вы достаточно много можете получить я до сих пор он давал три инструмента через которого вы можете именно контролировать персонала первое это скайп чат и второе это я варим и подобные сервисе друге тоже есть в некоторые внутренние устроены в сериум системах но они более дорогие сериум системы третье это использование видеокамеры вот с этим если понятно поставьте плюсик идем дальше эти системы реально прикольно и признать сам факт что сотрудник должен отчитываться в скайпе вот почему-то увеличивает увеличивает эффективность времени так больше проводит на рабочее место меньше халтурит меньше и прикурит а то вы можете очень они могут очень много на перекуров время потратить это очень прикольно надо использовать надо монетизировать это тот инструмент который поможет вам контролировать чем же они занимаются причем удаленно да это прикольно идем дальше вот это первая часть как посмотреть как они проводят свое время на рабочем месте и чем они занимаются идем на вторую часть отчет нас это был по контролю сейчас отчетность компания для того чтобы почему вообще давайте сначала говорим так почему нужны почему нужны отчеты отчеты нужны для разных вещей во первых отчеты сам факт что есть отчет заставляет менеджера работать на результат сотрудника на результат он не будет говорить что я достаточно много работаю я все делаю но у меня не получается он будет о цифрах говорить я сегодня расскажу там допустим по одному отдела какие отчеты надо делать домашнее задание там вы тоже будете такие отчеты исходя из вашего бизнеса составит и здесь покажу как его автоматизировать так вот почему нужно нужны вот именно отчеты я вам рассказал они очень важны здесь вы должны передумать но это потом расскажу как у нас будет регламент и системы штрафа за нарушение в конкретно люди знают за что они штрафуются какие штрафы но это тема не сегодняшняя какие вообще в виде отчеты бывают вот первый вид отчет это ежедневный как же его составят сначала они делаются письменным сначала они делаются бумажным вариантом параллельно и бумажным и электронным почему это бумажный вариант они должны на бумаге тоже делать свой подпись и поставить это люди побыстрее привыкать как делать электронном виде то есть это просто люди не видят свои то есть видят свои отчеты не могут редактировать а у вас есть доступ мы вам давали такой инструмент по названию google docs все знакомы с google docs уже познакомились если познакомить пятерочку пожалуйста поставьте вот отлично в чем же прикол этого google docs вы создаете то есть там есть когда таблички создаете типа excel так там есть такой инструмент который вы можете форму делать анкету человеком исходя из этого форма табличка у него создается вы ссылку с форма дает он ежедневно отправлять отчет у вас будет у вас видно будет во сколько он отправил то есть не то что он пишет вы сама система автоматически показывает во сколько это вот он отправляет по этой ссылке по эту форму он попадает вам в форму excel это очень прикольно это очень удобно вы увидите сотрудник когда и во сколько отправил отчет и какие дни то есть он не видит свой отчет вы можете с этой таблички ему делать такой доступ чтобы он просто посмотрел да какие отчеты но редактировать он не может форма у него есть ежедневно заполнять тоже можно делать на них же и обучение ну да конечно это вот и здесь как раз то есть тоже можно делать на них же и обучение и здесь то а вот кирилл очень прикольную вещь написал и здесь если вам надо тесты дает передумать то знаете в чем фишка вы можете тесты делать в этой форме гугл доксе помните прошлой неделе мы в прошлый раз мы с вами разговаривали там система обучения тесты у людей есть своя причем у каждого есть уникальная ссылка он заполняет попадает в табличку вы его вы видите уже свои ответы и здесь система отчет нас тоже давайте вот посмотрим какие допустим отчет если у вас есть отчет продажника допустим b2b как он выглядит допустим если холодных звонков да менеджер должен каждый день в конце рабочего дня написать и следующий фишки первую форму отчета вы пишите количество первых холодных звонков второе количество назначено первых встреч третье количество проведено первых встреч третье количество количество повторных звонков дальше количество назначено повторных встреч дальше количество проведено повторных встреч Количество подготовленных и отправленных коммерческих предложений. Дальше. Количество выставленных шитов. Дальше. Количество полученных оплат. Вы поняли, что здесь только цифры будут. Давайте расскажу, что такое первые холодные звонки. Что такое первые назначенные встречи. Чтобы вам ясно было. У нас есть холодный клиент. Мы звоним ему. Для того, чтобы цель холодного звонка. А то произведем встречи. Это может быть второго раза. Это может быть второго раза. Если вы клиенту первый раз звоните. Пишите количество первых холодных звонок. Один. Если назначать и первый раз такой встречи. Если первый раз проводить встречу. Это один. Если повторно вы ему звонили, вы пишите ему один повторный, назначите повторный, то есть первый раз пошли на встречу, не получилось, пришлось второй раз, да, звоните и назначат встречу. И таким образом идет дальше. Количество подготовленных отправленных коммерческих предложений, вы сами знаете, что придется подготовить индивидуально каждому клиенту его коммерческие предложения, чтобы вы, исходя из этих цифр, создадите себе воронку. Вы знаете, где у вас и сливаются клиенты, сколько, вот даже вот так, для того, чтобы подписать один, у вас будет понятие, для того, чтобы подписать один договор, в среднем, сколько надо первых холодных встреч сделать. Это уже интересно, правильно? И менеджер, если вы знаете, если результата нет у того-то менеджера, у кого-то, посмотрите, сколько он холодных сделал, сколько назначил. Вот конверсия считается между этапами. Если по поводу этого понятно, поставьте плюсик. Если непонятно, еще раз расскажу. Ну как, напишите конкретно, вот что непонятно, расскажу. Если понятно, поставьте плюсик. Так, меня слышно или не слышно? Это у меня... Хорошо, момент, что конкретно непонятно? То есть, смотрите, если по поводу отчет, какой отчет создать, вот это исходя из вашего бизнеса. Я вам рассказал по холодным звонкам. Если у вас есть отдел, который занимается холодными звонками, и следующие параметры вас интересуют. Это первые звонки, первые назначенные встречи, первые проведенные встречи, повторные звонки, повторные назначенных встреч, повторные проведенных встреч, количество комических предложений, потом количество по всем встречам. Есть скрипты по всем встречам. Смотрите, эта тема не сегодняшняя, но скрипты по встречам обязательно надо составить, каким скриптам делать холодные звонки, первые холодные звонки, повторные. Как оно должно быть? Этой скрипт вы создадите, конечно. Без скриптов у вас каждый будет работать по-своему. Когда у нас была система обучения, мы вам рассказали, как раз говорили, вам нужны скрипты составить. И как это внедрить, тоже сказали. Как научиться составить скрипты, это уже тема не сегодняшнего нашего вебинара. Там есть разные материалы, которые вы можете найти, почитать, ходить на тренинги, как правильно составить скриптов. Мы вам рассказываем, каким образом бизнес автоматизировать, чтобы можно было его управлять удаленно. Поэтому вот инструмент и как его делается, я вам рассказал. Идем дальше. Почему вообще... Давайте скажу, какие статистики нужны. Смотрите, есть нормативы, да? Вы должны для своих сотрудников сказать, что у тебя есть два норматива. То пустим по холодным звонкам. Переемливое и хорошее. Переемливое, это у тебя должно быть в день. Или две встречи. Или, если две встречи нет, то одна встреча, 15 холодных звонков с выходом на первых лиц. Или, если у тебя встречи вообще не получается, 15 или более холодных звонков с выходом на первых лиц. Это вам дает такую мощность, что вы можете эффективно с работой вашего сотрудника и с нормативами оценить. То есть сколько он сделал результата. Потому что встреча обычно для того, чтобы продажи были, нужны встречи. Еженедельная, которая нужна, минимум 6-10, чтобы ваш продажник встречи провел. Пустим, туризм у нас немного по-другому. У нас там идет первый контакт к клиенту, подборка тура, сколько отправили, сколько назначили встречи. То есть там то же самое, только по-другому немного идет. Что такое хороший норматив? И статистика. Если ваш сотрудник делает в день минимум 3 встречи, или 2 встречи, 10-15 звонков с выходом на первых лиц. Или 1 встреча и 30 звонков с выходом на первых лиц. Если не получается у вас встречи, 50 или более звонков с выходом на первых лиц. Это считается хорошей статистика. А переемлемое, я уже вам рассказал, по хорошей статистике, у вас менеджер должен 11-15 встреч провести. Вот таким образом вы даете понять, почему отчетность нужна, я вам рассказал. Вы даете понять своим сотрудникам, что, ребята, мы работаем цифрами. То есть ты мне не можешь сказать, что я много работаю. Много работаешь – это сколько? Хорошая работа – это у меня не получается, я все делаю. Но что ты делаешь? Пусть цифрам покажут. То есть он и сделает. И вы тогда понимаете, если человек уже делает 50 холодных звонков в день, у него нет назначенных одной встреч, значит, что или у вас проблема в скриптов, или он менеджер вообще тупой. Можно его смело поменять. Поэтому у вас будет статистика общая компания. Вы увидите, что для того, чтобы подписать один договор, сколько встреч надо сделать. Для того, чтобы один встреч надо сделать, надо сколько первых холодных звонков сделать. Это очень прикольно. Это создает воронку продажа. Это создает формулу. Исходя из этого, вы понимаете, куда двигаться и что сделать. Всем понятно по поводу статистики. То есть у вас должны быть нормативы. Для любой отчет вы пишете норматив. То есть вы своим сотрудникам говорите, что ты в день, допустим, или должен делать того, если не успеваешь делать две встречи, у тебя не получается, у тебя я приму, если одна встреча, 15 холодных звонков, или я приму у тебя, если у тебя будет минимум 25 холодных звонков с выходом на первых лицах. Всем понятно, что имеется в виду по нормативам. Если понятно, поставьте плюсик. Если есть вопрос, напишите, я расскажу. Вот видите, мы сегодня с вами, кроме того, что автоматизировать бизнес, мы говорим о продажах тоже. То есть это для отдела продажи реально очень нужна. То есть если вы создаете отдел продажи без всяких этих отчетностей, даже если у себя в офисе работаете, она не будет результата, потому что они будут ерундой заниматься. По поводу контролировать отчеты. Как правильно контролировать отчеты? Во-первых, сначала вы должны, то есть если вы директор, как директор каждый день контролировать. Сначала каждый день отчеты контролируете, причем только контроль не важно. Надо обязательно по каждому сотруднику сделать замечание. Вот у тебя так написано. Вот там, то есть по каждому сотруднику минимум 21 дней вы лично проверяете. Дальше, дальше вы делаете выборочно, выборочно проверяете и обязательно делаете замечание, чтобы ваши сотрудники знают, что их отчеты проверяются. Вы передумаете штрафы за отсутствие отчета. И здесь это просто очень помогает, чтобы команда держать в тонусе. Хоть вы находитесь в Таиланде дома или в офисе, все равно у вас с помощью инструмента, которые мы вам подсказали, у вас все есть в компьютере. Вам не обязательно быть в офисе. И вы проверите удаленно, можете в любом месте проверить. А позвонить сотруднику, вы позвоните или через СИП-телефон, или через Skype, все рассказываете. И здесь самый главный момент управления, но это не по теме, расскажу вам. Вы как руководитель должны научиться долго нанимать, но уволить быстро. Если вы видите, что ваши продажники, ваши сотрудники не показывают те результаты, вы не можете... То есть у других есть результаты, у него нет. Он постоянно опаздывает. И здесь сначала штраф, 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 потом не думайте долго. Увольте. Это быстрее и выгоднее. Поэтому это то, что я хотел сегодня вам рассказать по поводу отчетности. Сейчас давайте, если вопросов нету, я вам домашнее задание дам. Если есть вопросы, говорите. Сегодня мы вам рассказали, как составить систему отчетность, как его автоматизировать, чтобы можно было удаленно его проверить. Если вы поняли, о чем речь шла, поставьте плюсик. Если есть вопросы, напишите. Так, остальные. И здесь главное, чтобы вы поняли. То есть если есть вопрос, говорите, я расскажу. Напишите. Про аудиторов. Да, по поводу аудиторов. Ага, смотрите. Давайте еще по поводу CRM-системы. То есть у вас должно быть CRM-система, в котором делается... Да, это очень хорошо, что Кирилл рассказал. Смотрите, когда есть CRM-система, это тоже один инструмент, через которого вы проверяете работу персонала. Там они сделки вводят, там всякие-то такое. Вот если вы не работаете... Если вы каким-то образом, каким-то образом не проверяете постоянно, не делает аудит по CRM-систему, как они там работают, через какое-то время они или вообще там перестанут работать, и там будет полный хаос. Для этого надо постоянно аудит. Понятно, вы сами не можете постоянно делать аудит. Но если первое время ваша компания... То есть вы не можете себе позволить еще аудиторов провести. Что такое аудит по CRM-системе? То есть вы себе пишите чек-лист, вы уже понимаете, что такое чек-лист. Вы пишите чек-лист по аудиту. Какие пункты должны проверяться? То есть аудиты, допустим, у нас по туристической компании, мы два вида аудита. Это ежедневная по CRM-системе, это еженедельная. Ежедневная мы проверяем по вчерашним сделкам, еженедельная мы проверяем полностью еженедельно, что пропустили. То есть здесь вы пишите чек-лист по каждой аудиту. То есть какие пункты, чтобы не было у вас хаоса, чтобы вы по каждому пункту смотрели, что проверили. У вас есть чек-лист, проверяя сначала знать данное введено, проверяя знать или там звонили клиенту, назначили с ним встречи, и счет выставлен, прикреплен, ближайшее дело на него заведено. Вы все это пишите чек-листом. Как потом это его делегировать? Во-первых, здесь для того, чтобы аудит сработал, онлайн делает мультифинансы. Я не понимаю, Расул, полностью вопрос. Если вы имеете в виду, у вас должно быть аудитера. Как же аудитером работать? Вы аудитера говорите... Во-первых, для каждой ошибки вы должны придумать истребность. Ваши сотрудники из-за того, чтобы допустили какие-то ошибки в CRM-системе, они и штрафуются. Причем это аудитер должно быть еженедельно, ежедневно. И это очень помогает, чтобы эффективность менеджера повышать. И у вас, чтобы бардак не было. Как же этого делегировать аудитера? Во-первых, у вас есть чек-листы. Во-вторых, вы говорите аудитера. Дорогой, вот ты таким образом будешь еженедельно, ежедневно аудитер. Но, если здесь один но. Если я найду какую-то ошибку, быстрее тебя, я пять раз больше штрафа на тебя выставляю. И ты каждый день должен по одному тоже может отчет передумать для аудитера. Вот он выбирает имя, то есть, опять же, через форму Google Docs выбирает имя менеджера, и там пишет, опять же, по пунктам чек-листа, проверил сегодня его, этого пункта, было столько-то ошибок. И в итоге пишет сумма штрафа за день. И аудитер не только должен штраф выставить, еще должен завтрашний день следить, или это ошибки исправили. Если не исправили, повторно штраф, повторно ошибка. И почему-то после этого все начинают нормально работать. И я думаю, что, я уверен, что у Кирилла в компании все это встроено, потому что без этого почему-то люди не работают. То есть, каждый работает по-своему, каждый заполняет CRM-систему по-своему. Вы поняли, да, как это все делается? Почему это нужно? Почему постоянная аудита нужна для CRM-системы? И как аудитерами потом работать? Чтобы постоянно не самим заниматься. Если вы поняли, поставьте плюсик. У нас будет один пункт, когда по выбору CRM-систему, и здесь будем полностью с вами пройти, что такое CRM-система, какие пункты, как вообще схему продажи там придумать, какие поля придумать. Вот это очень мощно. Если еще есть какие-то вопросы, напишите, если нету, напишите, пожалуйста, вот, как по десятибалльной шкале оцените, как вам эта вся информация полезна. просто хочу реально, чтобы вы понимали, они нужны вам. Если вы считаете, что они не полезны, напишите оценку и напишите, что конкретно вы не поняли. Я расскажу, потому что это достаточно очень важно. Какой бы у вас крутой, крутые продавцы не было, какие бы у вас крутые менеджеры не было, если у вас не будет, если у вас не будет, вот, система отчетности и контроль над работой персонала, у вас не будет. Вот, Кирилл пишет, особо про те, тесты, идеи, я разве, ну, может, там дополнительный каст в воскресенье. Отлично, отлично. Вот, вот такие у нас дела. Домашнее задание, которое у вас будет, во-первых, составить, вот, через Google Docs, Кирилл, у себя напиши, потом, антитренинг выложим. Первое, через, через Google Docs сделать один отчет через форму. То есть, вы разбираетесь, как можно форму делать, там, вот, выбираете табличку в Google Docs, а там есть форма, как это поля заполнять, вот ссылку, вот вы две вещи делаете. Во-первых, доступ нам дает из этой странички, и ссылку отправлять из формы, как она должна выглядеть. То есть, ваш сотрудник, каким видом видит эту форму. Это очень классный, вот это очень мощный инструмент. По поводу скайпа, не буду домашних заданий давать, вы уже поняли, что там надо сделать. Потом, один отчет для продажника, допустим, исходя из вашего бизнеса, продумайте, какой процесс должен провести, какими делами должен находить, как должен заниматься. Причем, последний, последний пункт в форме, вы можете написать, типа, комментарий. Ваш сотрудник каждый день может свои комментарии написать, и вам попадает в эту табличку, вы видите. Потом, передумайте, второе домашнее задание, передумайте, исходя из, исходя из вашего отчета, и статистику, какой статистика вам, для вашего бизнеса, считается хорошим. Каждый менеджер должен, какие цифры должны быть, минимум и максимум. Это очень важно, чтобы вы понимали, продажи без них никак. Я реально говорю, я своего опыта, у меня B2B продажи, но у Кирилла больше, конечно, но и B2C, это еще очень много. Поэтому, вредряйте, делайте домашнее задание, мы с вами встретимся на следующем касте, и продолжим. Если есть вопросы, напишите, если нет плюсик, тогда мы с вами прощаемся, и будем завтра продолжить и следующую тему. Хорошо. Используйте, внедряйте, я постарался воды не давать. Я мог бы еще час вам рассказать, но я взял именно те вещи, потому что это не семинар, это тренинг, вам нужна именно практика. Вы взяли и внедрили, так это тема, которую можно реально часами рассказать. Я вам давал инструменты, короткие, которые вы уже сегодня можете внедрить и получить результат в своем бизнесе. прощайся с вами, спасибо за теплые слова, завтра с вами увидимся. С вами был Бабак Ивази, 7-дневный тренинг, 7 шагов удаленного управления бизнеса, увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok